Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу опять продемонстрировать вам по вашей же просьбе, как мы используем дальше ту тесьму, которую распустили. Я думаю, достаточно уже будет фильмов, для того, чтобы это было и так понятно. Как вы видите, я смотал на катушку то, что мы распускали тесьму, нить, взял крючок. Вот такой может подойти любой другой, в соответствующей форме. Или же можно вязать на крючке Тимка 200Р. Или же можно взять с прямым цевьем фирмы Гамакасу в серии 400 или 100. Проматываем, стараемся аккуратно не делать горблей виточек к виточку. Не доходим до загиба приблизительно пару миллиметров. И будем крепить те материалы, из которых мы будем изготавливать тело. Учитывая то, что мы будем вязать среднее между нимфой и мокрой мушкой, что-то собирательный образ, нам с вами понадобится изготовление хвостика. В качестве хвостика я использую перо обыкновенной японской перепелки. Остаются вот, допустим, остатки перьев. Я взял, вырезал вот такой, в качестве, как говорится, буквы ВИ. И закрепим мы сейчас с вами хвостик. Длина хвостика у этой нимфочки должна приблизительно равняться длине нашего тела. Вот столько до выреза будет вполне достаточно. Аккуратненько, так, чтобы не подмять все наши бородки. Здесь подхватываем. Следим за тем, чтобы нить не утянула наше перо. Вот приблизительно так будет вполне достаточно. И здесь же также сразу начинаем крепить те элементы, которые нам с вами понадобятся. Отрезал также. Одну прядь взял из тесьмы красного цвета. Как вы видите, достаточно мягенькая. И очень много здесь прядей, волосков подхватили. Сильно не крутим. И сразу подхватим люрекс, которым будем сегментировать наше тело. Я хочу эту мушку или нимфу изготовить так, чтобы у меня до грудки, там где находится свинец, было изготовлено из моей нитки. А дальше мы уже будем изготавливать с использованием меха и других материалов даббинга. Аккуратно, подлиннее всего цевья, стараемся сильно не делать горбылей. И теперь выполним обмоточку. Нить возвращаем к тому месту, где у нас должна закончиться красная нить. Буквально немножечко, как вы видите, по величине нашего крючка обозначим как бы такую точку прицеливания, точку атаки для нашей рыбы. Посмотрели, вот пару миллиметров нам вполне будет достаточно для того, чтобы мы с вами обозначили красненький зад наш. Если необходимо, можно еще пару раз пройтись, так, чтобы тело было достаточно симпатичное, но и в то же время крепкое. Оставляем здесь. Теперь нам необходимо с вами закрепить другой цвет. Изготавливать дальше мы будем с вами с использованием зеленого цвета. Можно дальше, допустим, изготовить оранжевым, как вы захотите. Я взял пару прядей вот из этой же тесьмы, что я вам показывал, салатного цвета. И здесь крепим сразу нашу тесьму. И аккуратно стараемся не скомкать наше тело. Прихватим до свинца. И теперь в районе свинца делаем завершающий узел. И в последующем мы с вами поменяем нить. Как вы видите, вот буквально немножечко мы начали вязать. И наша прядь очень хорошо уже начала расправляться. Удаляем остатки. И аккуратненько теперь вот этой нежно-зелено-канареечного цвета изготовим до свинца тела. Вот мы с вами, друзья, изготовили такое тело, обмотали люрексом. И буквально я совсем немножечко капельку нанес сверху, чтобы прихватить люрекс и весь материал. Можно и не делать этого. Это как вам будет удобно. Теперь давайте подождем, пока подсохнет. Подготовим перышко. И будем изготавливать теперь с вами грудку. Подсохло наше тело. Я закрепил, как я уже показывал, перышко перепелки. Можно закрепить перышко куропатки. То есть любой, возьмете любое перо, которое будет подходить по величине для изготовления лапок. Если нет, вы тоже знаете как. И не потому, что мне захотелось, просто было под руками вот такой материал фирмы HENS. Я взял пленочку, закрепил сверху. Будем изготавливать чехлик. Если нет, можно использовать практически любой материал, который у вас будет под руками. Вплоть до того, что у меня под руками имеется желтая изолента. Возьмите черную или желтой, потом закрасите. Это тот же самый PHV. Полихлор винил, который годится для изготовления чего-либо. И скрывать не буду. Так же, как и вы просили. Вот немножечко почесал свою собачку. Добавил немножко блестящего люрекса. И мы будем изготавливать с вами грудку. Я использую, вы спрашивали, периодически. Вот обыкновенный клей-карандаш, который вместо ваксы. Или же у меня имеется вот совсем вот такой небольшой кусочек. Это вощина. Но подбирать ее нужно так, чтобы она была, ну, самая-самая-самая мягкая. Или, как я тоже вот использую, у меня имеется обыкновенная вот такая церковная свечка. Достаточно для работы с даббингом. Все зависит от того, с каким даббингом вы будете работать. Дело в том, что нить, которую я распускаю, она, ну, очень скользит. И поэтому сразу отвечу на вопрос, почему я использую клей. Потому что без клея сцепление, ну, не очень хорошее. Зачастую довольно-таки сложно изготовить даже качественную, хорошую даббинговую нить. Поэтому нити тоже имеют свои достоинства и свои недостатки. Следите для каких целей и для чего вам это необходимо будет. Значит, я нанес вот буквально совсем немножечко вот такой вот рыхленький. Подкрутим его и изготовим грудку и остановимся с вами. Вот, друзья, как вы видите, достаточно, вот я даже так покажу по объему нашего тела. Очень хорошая, пышная грудка. Учитывая то, что если у вас нет пера, можно спокойненько закрыть чехликом и начесать потом лапки, имитацию лапок. Значит, берем теперь наше перо. Это довольно-таки простая, всем известная процедура. Отбираем определенное количество лапок, которые нам необходимы. Удерживаем наше перышко. Нужное, не нужное, сразу отсортировали. И у колечка вот так немножечко подхватили. Я обычно, как всегда, использую клей, потому что достаточно здесь много будет крепиться элементов и желательно сразу нанести. Немножко наношу на нить. Закрепим наше перышко, остатки отрежем. Вот, друзья мои, мы с вами накрыли сверху чехольчиком, сделали завершающий узел. Совсем капельку добавили клея или лака на головку. И наша вот такая нимфа, как вы видите, изготовленная из тех материалов, которые у нас практически всегда есть под руками, готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч.